Поделиться с вами обзором еще одного приложения, которое называется просто Twitter. Кто нас смотрит, уже видели, что был обзор приложения TweetFree, которое не очень мне понравилось. Вот. И я совсем пролистала, не увидела приложение именно Twitter от самой компании Twitter, от поставщика. Ну и сегодня будем делиться с вами впечатлениями. Как обычно, напоминаю, что мы работаем с Windows 8.1, пользуемся его магазином, ведем обзор приложений, смотрим его качество, его оформление, функциональность и все там и прочее. Вот. Ну, как обычно, это домашняя страничка магазина. Нажимаем на категории, нажимаем на социальные сети, топ бесплатных. Вот. И здесь же на первой страничке мы видим такое приложение, как Twitter. Открываем его, смотрим. Twitter. Вот наша зелененькая кнопочка, что мы впервые видим. Видим скриншоты. Скриншоты, хотела бы сказать, такие позитивные, потому что видно сразу, что здесь видны фотографии. Вот. Описание на английском. Оценки и отзывы. Оценочка 3,7, но здесь 113 оценок. И как 5 звезд, так и 1 звезда. Очень такой, ну, я бы сказала, небольшой промежуток, потому что, ну, в принципе, половина, да, половина 5 звезд в минусе, получается. Ну, неоднозначный как-то выбор. Хотелось бы проверить самостоятельно и уже делать выводы. Вот. Дальше смотрим сведения. Сведения у нас поддерживаемые языки меня очень интересуют, поскольку это официальное приложение. Есть ли здесь русский? Слава богу, он есть. Вот, пожалуйста, смотрим, что здесь есть русский. Очень радует. Вот. Ну и похожие приложения. Все. В принципе, можно нажать кнопочку «Установить». Ждать, пока наше приложение установится и протестировать его. Посмотрим. как же идет загрузка. Устанавливается уже наше приложение. наше приложение Видите. установлено. Открываем его. Наша птичка на синем фоне. Вот приветствие. Открывается наше приложение. Почему-то долго оно открывается, конечно. Сейчас попробуем через спуск его открыть. Может так будет быстрее. Наши программы. Действительно очень долго открывается. Может это особенность, такая специфика. Приветствие. Нажимаем на синюю кнопочку. Не знаю, что они обозначают. Здесь можно ввести свои данные. Я ввожу свои, а вы вводите свои. Хотелось бы уже, конечно, поскорее поменять язык, потому что очень неудобно работать на английском языке. Да, разрешим использовать местоположение. Компьютер у нас спрашивает. В фоновом режиме это дело каждого, но я не буду разрешать, потому что у меня очень много программ работает в фоновом режиме. Сейчас придется что-то удалить, чтобы разрешить. Если что, я думаю, что потом можно будет изменить. Вот, в параметрах компьютера можно будет изменить. Все, не разрешаю. Вот. Что мы здесь видим? Видим мы поле, конечно, побольше задействовано. И здесь, и здесь, и вот здесь. Ой, боже, ну вообще. И с правой, с левой стороны мы видим меню. Уже, наверное, стандартно для многих приложений. Home, Connect, Discover, Me. И хотелось бы, конечно, найти настройки или что-то типа того. Я думаю, это можно сделать и в Mi, чтобы поставить русский язык. Нет, это не оно. Конечно, запутано здесь немножко в плане того, что, ну, как я могу с первого раза найти? Где же этот язык меняется, да? Будем искать. Я сейчас постараюсь найти и вам тогда все объясню и расскажу. Но, к сожалению, не получилось найти ни настройки, ничего. Тоже очень жалко, потому что это уже тоже как-то прирослось к приложениям, официальных каких-то источников на Windows 8.1, к сожалению. Вот. Ну, в принципе, если вы часто пользуетесь твиттером, вы твититесь и, в принципе, вам каждый из этих значков близок, то вам будет очень легко это сделать. Я, как впервые зашла на твиттер, то мне непонятно это. Ну, вот, например, дом, ну, понятно, дом, твои имена, то, на что ты подписан. Коннект, 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 непонятно, что он от меня хочет. Дискавер, тоже, в принципе, посмотрела, что же здесь есть. Это типа лента новостей вообще из всего, да? То есть можно здесь искать. Вот, например, iPhone 6. Посмотрим, что он нам предложит. Вот, подпишемся. И посмотрим в ленте новостей. Будет ли здесь? Что-то написано про iPhone. Не видно. Жалко. В ленте не вижу ничего. Ну, ничего страшного. Я думаю, что можно зайти, например, на вот, вот то, что я люблю. Здесь, вот, в отличие от другой версии твиттера, есть все-таки обложка и фото. Вот это я люблю, конечно. Вот. И фотографии вообще, то есть все. И твиты. То есть можно смотреть твиты, лента твитов, и идет лента фотографий. Подписано, написано количество подписчиков, публикаций, всего-всего-всего. И можно подписаться. То есть, ну, в принципе, неплохо. Вот. Напоминаю то, что, как я вижу, то язык должен меняться легко. К сожалению, здесь такого нету. Вот. Ну, в браузерной версии легко можно поменять язык. Это не составит большого труда. Вот. Если вам понравилось, устанавливайте. Если нет, то нет. Вот. Для этого мы и пишем эти обзоры, чтобы видеть, чтобы дать вам увидеть суть приложения. Вот. Ну, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на наши обновления. Будет еще очень много интересных обзоров. Всего хорошего. Спасибо.